грамм тому назад. Итак, наша кожа – уникальный орган, который защищает человека от всех внешних воздействий. Вас беспокоят морщинки? Морщины вокруг глаз, на лбу и носогубные скалы. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем проект «Наша кожа», посвященный уникальному устройству кожи человека. Я хочу представить вам нашего любимого эксперта, профессора, доктора медицинских наук Елену Александровну Аравийскую. Итак, у нас в гостях сегодня, как вас зовут? Ирина. Ирина. Мы будем говорить об увлажнении кожи. И, Елена Александровна, я хочу еще раз напомнить нашим телезрителям, что кожа – уникальный орган. Всего за одни сутки, за один день кожа человека выделяет 30 граммов соли, 50 граммов сала и от 600 до 900, почти до 1 литра воды. Сейчас мы видим уникальные кадры. Вот так наша кожа выделяет воду и кожное сало. На поверхности кожи эти вещества смешиваются и образуют защитное покрытие – водно-жировую мантию. Тончайшая пленка не дает воде испаряться с поверхности кожи и удерживает ее внутри. Но бывают ситуации, когда кожа становится сухой. Что происходит? Почему кожа становится сухой? Что случается? Потому что кожа избыточно теряет воду. А почему она ее теряет? А если она теряет воду, значит, скорее всего, был неправильный уход. Произошла вот так называемая делипидизация. То есть обезжиривание? Обезжиривание кожи. Избыточно использовалось мыло, избыточно использовались спиртовые растворы. И таким образом отсутствуют или в малом количестве на коже присутствуют липиды, которые удерживают влагу в коже. Давайте мы у вас спросим. У вас кожа сохнет? Бывает так, что чувствуете? После умывания она очень сухая, и я быстро начинаю мазать кремом, потому что она ее стягивает. Итак, при умывании мылом с поверхности кожи смывается водно-жировая мантия. Потеряв защитное покрытие, кожа больше не может удерживать влагу. Вода начинает испаряться с поверхности кожи, а кожа высыхает. Чтобы восстановить ее естественную среду, необходимо использовать увлажняющие кремы. Вот я хочу спросить у профессора Аравийской, какие надписи мы должны прочесть на баночке, чтобы точно знать, что крем действительно будет увлажнять. Крем действительно будет увлажнять, если в состав крема входит по крайней мере три группы веществ. Группа первая – это вещества, которые могут на себе удержать молекулы воды. Вот сейчас очень часто стали использовать гиалуроновую кислоту. Вот эта надпись – гиалуроновая кислота. Это базовый компонент, вещество, которое удерживает воду и не дает ей никуда деться. Вы когда-нибудь читали это слово? Гиалуроновая кислота. Вот я сейчас приглашу нашего ассистента. Андрей, будьте любезны, подойдите, пожалуйста, к нам. Мы сейчас покажем опыт, что делает гиалуроновая кислота. Вот у нас гиалуроновая кислота, и мы просто нальем сюда воду. Смотрите, что будет. Эти гранулки маленькие увеличиваются в размерах. Вот точно так же в составе крема, они, конечно, находятся не в таких гранулах, а в составе так называемых микрочастиц. И вот эти микрочастицы, проникая в межклеточное пространство, фактически захватывают воду, вот так вот разбухают. Итак, молекулы гиалуроновой кислоты попадают в межклеточное пространство кожи и начинают захватывать и удерживать воду, предотвращая ее испарение. Кроме того, они создают объем, который расправляет кожу и делает ее более молодой. Поэтому запомните, в состав увлажняющего крема должна входить гиалуроновая кислота, и надпись об этом должна присутствовать на упаковке крема. Вторая группа веществ, которая может обеспечить хорошее увлажнение, она более исторически старая. Это так называемые пленкообразующие вещества, то есть они ложатся пленкой, безопасной пленкой на поверхность кожи и препятствуют испарению воды. И к современным относятся силикон. И третье вещество может входить в состав крема, а может и не входить. Это различные гидроксикислоты, которые обладают отшелушивающим эффектом. Какие советы? Как умываться, если кожа сухая? У вас достаточно сухая кожа, близко расположенные сосудики, чувствительная кожа. Лучше использовать для очищения в таком случае молочком. И крем с содержанием гиалуроновой кислоты. Спасибо. Спасибо большое доктору Аравийской. Спонсор проекта «Наша кожа» – компания «Лореаль». 100 лет научных исследований, более 3000 уникальных формул для кожи, выдающиеся достижения косметологии для самых обычных людей. Все это компания «Лореаль». Была разработана и запатентована уникальная технология, основанная на компетенции полезных свойств. Ягоды и листья, в которых начинало название «Линка 50 на 50». «Лорефлейм» – мировой батареон на это изобретение. И мы первые и единственные сейчас консультанты, которые можно с радостью и с гордостью продавать этот уникальный продукт. Уникальный «Оптиклс», потрясающий «Оптиклс», «Оптиклс», который действительно работает, который в три раза более эффективен, чем «Лореаль», когда мы говорим о увлажнении кожи. Мы с гордостью представляем новый продукт «Оптиклс». Но это еще не все. У нас будет продолжение сотрудничества.